Осенняя ярмарка, которая была закрыта по распоряжению Артура Парфенчикова из-за несоблюдения мер эпидемиологической безопасности, может вновь открыться. Но это случится только после того, как надзорные органы зафиксируют, что все нарушения устранены. Об этом заявил во время встречи с ее организаторами премьер-министр карельского правительства Александр Чепик. Премьер-министру передали письмо, в котором просят главу Карелии разрешить вновь начать работу. В письме говорится, что организаторами проведены дополнительные мероприятия по устранению нарушений и соблюдению требований эпидемиологической безопасности. Выходные группы оборудованы дезинфицирующими средствами. Люди могут обработать свои руки. Масочный режим отслеживается на входе с посетителями. У нас записаны ролики звуковые, которые транслируются весь рабочий день с 10 утра до 8 вечера о том, что какие требования предъявляются и к участникам, и к посетителям. Это все слышат все участники. И мы полностью готовы к проверке. Хорошо, тогда я дам поручение. Я думаю, что либо сегодня вечером, либо завтра утром штаб проведем и проинформируем вас о том, какие дальнейшие шаги наши будут. Напомним, традиционная осенняя ярмарка была закрыта распоряжением главы республики. Причиной стали многочисленные нарушения требований эпидемиологической безопасности. Артура Парфенчикова возмутило большое скопление людей, не соблюдающих дистанцию, а также то, что многие посетители и продавцы были без масок и без перчаток. Ярмарка нужна нам, в первую очередь, как возможность создать для наших предпринимателей, которые работают на селе нашим фермерам, возможность реализовать нашу продукцию. С другой стороны, это же не какая-то такая разовая акция. Мы этим будем заниматься постоянно. Нам надо дать возможность нашим людям покупать качественную, хорошую продукцию, которая есть у нас в республике. С другой стороны, вот эта ситуация с коронавирусом, которая сложилась, она не может нас не беспокоить. Мы на фоне всей России, мы смотримся, конечно, неплохо, но мы не должны сами себя успокаивать и забывать о том, что все равно пандемия, она есть. У нас люди старшего возраста находятся под сильнейшей угрозой, поэтому те решения, которые мы принимаем, к ним надо относиться с пониманием. Дальнейшее решение по судьбе ярмарки, отметил Александр Чепик, будет принимать оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.